Строгие меры безопасности в связи с пандемией диктуют новые подходы. Пришел в УИК, получил перчатки, маску и ручку. Процесс голосования устроен так, чтобы за свое здоровье переживать сложные эпидситуации никому не пришлось. Дмитрий Осетров на свой участок решил прийти по пути на работу, совместив приятное с полезным. Я работаю в городе Назрани. Соответственно, недалеко от места работы, на Кавказской улице, в городе Назрани, я смог проголосовать. Считаю, что это важнейшее политическое мероприятие в стране. Хочу в нем тоже поучаствовать и, соответственно, отдать свой голос за поправки в Конституцию Российской Федерации. Все поправки являются важными, все поправки социально ориентированы, ориентированы на улучшение политической ситуации в стране. А вот у Казирата Сдоевой сейчас отпуск. Через пару дней у нее плановый осмотр в больнице. Поэтому на свой участок пришла именно сегодня, когда на кону будущее страны, в стороне оставаться не стоит, считает она. В этих поправках то, что затронута медицина, пенсионные, то, что индексация будет, то, что детская выплата. Очень хорошее дело, очень помогает людям, которые сидят без работы. Нужно, чтобы все пришли, проголосовали. Ключевое на общероссийском голосовании – прозрачность и безопасность. За этим следят наблюдатели, чтобы все было строго по регламенту. Выборы проходят хорошо. Мы держим все под контролем, как наблюдатели. Все все равно меры соблюдают. Мы стараемся, мы наблюдаем, мы смотрим и все контролируем. Пришедшие на УИК номер 615 сегодня говорят на разных языках. Это члены Ассамблеи народов республики. Решили высказать свое мнение касательно поправок Конституции. Любовь Завадская в Ингушетии живет не первый год. Она полноправная гражданка России. Поэтому о своем избирательном праве всегда помнит и всегда голосует. Рахматуллах Бабаев тоже голосует на этом участке. Представляет азербайджанскую национальность. Поэтому решил личным примером призвать всех голосующих. Такое пословице говорит, где живешь, там и привыкай. Мы здесь живем и мы должны подчиняться российским законам. И мы соблюдаем законы и по законам будем дальше жить. Мы решили со всеми азербайджанцами голосовать за нашу Конституцию. Организовали такое масштабное голосование совместно с Министерством национальной политики Ингушетии, чтобы показать свою сплоченность и единство в определении судьбы государства. Ведь поправки Конституции затрагивают интересы каждого гражданина страны, независимо от его национальной принадлежности и вероисповедания. Россияне, граждане Российской Федерации, они, конечно, любят свою родину, развивают свою культуру. Мы им способствуем тому, чтобы они ее развивали, потому что каждый раз в Министерстве национальной политики дает им возможность проводить дни своих культур или выездные мероприятия на базе проведения каких-то конгрессов, именно касающихся их национальности в регионах России и Москве в центре. Поэтому они уже как у себя дома, это их очень российский общий дом. Мне кажется, что это уже сам ответ на тот вопрос, что граждане России должны быть вместе с народом. Удобно, а главное – безопасно. Если вы не можете прийти в УИК, то он придет к вам. Возможность исполнить свой гражданский долг есть у каждого россиянина, как на избирательном участке, так и у себя. Камбулату Гайсанову 96 лет. Ветеран Великой Отечественной. Сегодня он тоже в числе тех, кто голосует дома. На то, чтобы высказать свое отношение к изменениям в Конституцию, у россиян еще два дня. Основным днем общероссийского голосования станет среда, 1 июля. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакии, Новости 24. Субтитры создавал DimaTorzok